здравствуйте дорогие друзья всем большой большой привет сегодня я хочу предложить вам идею идею летнего маникюра дизайн очень простой выполняется быстро поэтому поехали перекрываю типс белым цветом здесь все ясно и понятно да я надеюсь что у нас уже подготовлен накаток выровнен базой либо смоделированный и мы сейчас работаем только над дизайном так как я дальше буду работать с основой для растекания то я убираю дисперсию с предыдущего слоя потому что по дисперсии основа для растекания начинает собираться кратками перекрываю тонким слоем основа для растекания у меня от массу называется акварель теперь выложила на на палитру три цвета гирлака маникюр у нас будет летний поэтому выбрала такие три ярких цветничка сейчас буду работать ими наношу цветной гирлак такими притапкивающими движениями стараюсь наносить совсем чуть-чуть он благополучно растечется его хватит для того чтобы это было ярко и красиво совсем немножко вот захожу на розовый чтобы у меня немножко цвета под размешались между собой тут хочется добавить еще очень здесь фантазируем до тех пор пока вам все не понравится вот сюда добавлю розового здесь вот хочу немножко дать сделать границы не такие четкие чуть-чуть вот сюда еще добавлю цвета темнее дам время растечься что-то все меня устроит отправлю в лампу на просушку просушила и сейчас устанавливаю наклеечку теперь перекрываю все что у меня получилось матовым топом слегка выравнивающим таким слоем чтобы хорошо зафиксировать наклеечку и под матовым топом с небольшим объемом она будет как бы выглядеть такой в дымке в итоге сейчас взяла вот такую гель красочку в моем случае вот сам гель краска без липкого слоя белого цвета сделаю и небольшую очень скоренькую такую прорисовку прорисовка будет очень простая делаю такую вот простую волну здесь конечно потребуется навык рисования тонких линий у меня есть урок тонкие линии находятся в моей группе в одноклассниках и на бусте а больше конечно подходят начинающим мастерам ну кому интересно пожалуйста проходите пользуйтесь ссылки будут в описании также в моем телеграм-канале я публикую мастер-классы ежедневно там стараюсь давать такие дизайны очень быстрые и простые вот я нарисовала одну сейчас рядом рисуем следующую волну здесь внимательно слежу чтобы у меня гель краска не слилась и вот выведу эту волну еще вот сюда теперь не просушивая посыпаю акриловой пудрой у меня белая акриловая пудра прям несколько раз просыпаю делать это конечно лучше над баночкой лишнего не рассыпать ну я потом соберу пудру с моей подложки прям хорошо хорошо напитываю даю постоять чуть-чуть напиталась акриловой пудрой чтобы ее было хорошо заметно и она дала объемчик стряхиваю лишнее в баночку и отправляю в лампу вот такие дизайны я всегда сушу долго две минуты не меньше и потом еще нужно проверить чтобы прям хорошо все встало если недостаточно досушиваем просушила две минутки в моем случае этого оказалось достаточно сейчас хорошо убираю излишки акриловой пудры ну вот что у меня получилось такой очень интересный стильный дизайн как по мне быстро легко и эффектно здесь важно контролировать вот эти моменты чтобы на основу для растекания слишком много всего не плюхнуть чтобы не растеклось по всему ногтю не превратилась в кашу поэтому экспериментируйте все получится а я приступаю к следующему дизайну который будут будет выполнен в той же технике опять перекрываю типс белым цветом не знаю как у вас у меня белый цвет особенно летом льется рекой как то вот мне нравится что на белом цвете очень хорошо ярко выглядят цветные гель-лаки убираю дисперсию и тонким слоем наношу основу для растекания сейчас хочу использовать а неоновый зеленый бирюзовый но камера показывает больше как голубой он здесь и желтый цвет и точно так же притапливающими движениями добавляют цвета расположу немножко по-другому дизайн вот заметьте совсем чуть-чуть дизайн у меня получился нежный нежный вот многовато получилось немножко распределить и добавить того цвета которого по вашим ощущениям не хватает даю время растечься и отправляюсь на просушку в лампу устанавливаю наклеечку добавить сейчас еще вот такую вот в кирочку русалка от патриса нейл такого бирюзового оттенка добавляю совсем немножечко достаточно этого подпиливаю свободный край чтобы убрать ирку если она вдруг туда попала и избежать последствий сколов перекрываю глянцевым на этот раз копом выравнивающим слоем ну и вот опять же той же гелевая краска без липкого слоя белой сделаю небольшую прорисовку и оттенка Субтитры сделал DimaTorzok Посыпаю акриловой пудрой, той же белой. И отправляюсь на просушку в лампу. Напоминаю, что сушим не менее двух минут. Снимаю излишки акриловой пудры. И еще такой нюансик. Вот я всегда обязательно в любом случае в конце подпиливаю, оформляю сухотника. Тогда дизайн выглядит четче. И как-то более закончено. Вот что у меня получилось во втором варианте. Вот мне нравится, как здесь выглядит втирочка. Она так подсвечивает красиво. Немножко неудачно передает моя камера. Не все вернее передает. Ну, мне кажется, здесь стирка была вполне себе уместна. Итак, вот такие два варианта у меня сегодня получились. Быстро, просто. Все, как мы любим. Если вам понравились эти идеи, ставьте лайк этому видео. Жду вас в телеграм-канале, где вы найдете больше мастер-классов для себя. Всем пока-пока. До новых скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok